друзья это неужели я записываю разговорное видео на второй канал спустя хуевую тучу лет хуевую тучу времени у меня до этого не было каких-то тем на которые я мог поговорить и совсем недавно произошел в моей жизни довольно значимое событие которое возможно повлияет на ну существенно повлияет на мое будущее это отчисление из универа я проучился в универе с 1 сентября 23 по ну если брать фактически то по март 24 но я в итоге взял академ в конце мая чтобы продлить отсрочку то есть я если бы я сейчас отчислился просто вот в тупую то мне бы пришлось уже по военкоматам бегать мне тоже она не надо поэтому я продлил отсрочку на год через академ и вот уже в мая в конце мая двадцать пятого года когда катя кончится тогда военкомат поинтересуются где наверное возможно нет так вот и честно я пока что вообще не жалею об этом решении но здесь очень важная пометка то что пока что естественно я стал себя чувствовать свободнее то что мне нужно делать какую-то домашку то что у меня не висит за спиной куча долгов естественно это все кайф но я не знаю как долго такой кайф продлится прежде чем я уже буду нуждаться в какой-либо работе официальной и если там у меня ничего не получится допустим со стримингом и денег хватать не так уж сильно будет и мне придется уже думать о какой-то работе типа вот как-то мне диплом возможно помог бы но судя по рассказам миллионов моих знакомых диплом пригождается только в очень редких случаях и по сути это просто картонка который ну пользуется меньшинство скорее чем большинство это скорее просто корочка это скорее гарант какой-то что даже не я бы не сказал что это гарант ты не так ты не гарантируешь себе высокоплачиваемую работу есть у тебя будет диплом наверное я не до конца знаю как это говно работает но я думаю что вот я учился на направление рекламы и связи с общественностью это направление она подразумевает собой то что это какой-то фриланс это всегда работа в интернете это всегда поддержка связи в интернете наращивание связи в интернете и как вообще это можно учиться по книжкам и по методичкам там десятилетним двадцатилетним я задавался этим вопросом до поступления но я думаю что вот в кфу типа все нормально будет я учился в казанском федеральном университете я думаю что типа там какие-то новые методички и в целом когда я учился первый семестр так оно и было в целом мне очень нравилось даже то есть мы проходили какие-то вот нашумевшие до кейсы мы реально ну постигали короче мы изучали всякие штуки связанные с рекламой реально было кайфово но между тем даже в первом семестре были такие предметы как госполитика по которой у нас был самый сложный экзамен были такие предметы как физкультура это очевидно в каждом универе есть такой предмет но в кфу за нее шмонают серьезно шмонают и отчисляют поэтому приходилось ходить и у нас помню история россии было тоже ну в итоге то нам всем зачет поставили по этому предмету но во втором семестр это уже был экзаменционным предметом то есть ты уже просто так не отделаешься рандомным зачетами так далее а я не ходил бы к полученную историю россии как и на 90 процентов всех пар всех предметов которые у нас были в этом году и в общем да первый семестр был кайфово я искренне думал что я поступил туда куда мне надо учитывая то что это первый курс и мне даже на первом курсе более-менее интересны более-менее интересно учиться что будет на втором типа тоже вообще развал все мы знаем то что первый курс это типа такой как проходной проходной это что-то между школой и между чем-то серьезным то есть это чисто чтобы привыкнуть и так далее и вот даже на первом курсе было довольно интересно но второй семестр и апатия которая меня накинула в феврале в январе феврале марте вот вот эти три месяца апатичных вот просто меня убили чин честно клянусь просто они меня убили в плане учебы все началось того что у нас были зачеты и экзамены и между зачетом и экзаменом были были промежутки три дня то есть ты сдавал экзамен приходил на часик буквально и отдыхал три дня короче готовился к ним я так кайфовал то есть у нас этот период продолжался месяц где-то в общей сложности там еще новогодние каникулы были тоже кайф то есть ты уже привыкаешь к такому кайфу долгим долгому кайфу потом каникулы до начала ну до начала февраля до 5 февраля вроде у нас были каникулы после сессии и потом что-то начинается учеба я проморгал около недели учебы надеюсь на то что ну потому что тогда еще холодно было у нас зима очень холодно выдалась казани и в итоге мне пришлось первую неделю отсидеть дома потому что он был очень холодно я не хотел в такую холод выносить себя на улицу куда-то и по итогу то я и не начал себя как-то выводить в универ у меня еле-еле получалось на какую-то практику сходить там ходил раз я пытался постепенно внести вуз в свою жизнь снова я хотел по одной паре в неделю по две пары в неделю я думал что пасти если постепенно то мне будет легче в итоге нет все равно мне было пиздец сложно и в итоге я толком и не начал ходить на пары и все появились долги появилась куча пропусков а когда это все накапливается у тебя совершенно нет желания это все как-то отрабатывать еще домашка и короче это все как-то вообще прям нахлынуло и помнится в начале апреля или в середине апреля я приходил в общем только на лекции чтобы побатать со своими догруппниками некоторыми и некоторыми однокурсниками которые со мной на потоке были и по итогу в один момент это был предмет пиар тексты 8.30 я не знаю минут 30 прошло наверное все слушают сука ебаную лекцию а мне похуй на эту лекцию потому что ну ну прям вы блять представьте вы учитесь на рекламе и вы изучаете ебаные пресс-релизы новостные на хуя мне пресс-релизы новостные то блять я чё блять журналистом что ли устраивался работать чтобы чтобы вам прострелизы писать ебта и вот я типа нихуя нового не узнавал то что мне нужно было и я понимал что типа нахуя я сюда пришел и это так произошло внезапно и вот настолько внезапно то что вот прям я как-то меня вот эта вот мысль она зарядила она прям понимаете вот ты сидишь 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 такой утомленный до сонный утром представляете в 8 утра и просто вот эта вот мысль она проскакивает в твоей голове то что блин а может это очислится и откосить от армии просто и вот это вот мысль она прям меня зарядил и я реально я прям весь день тогда счастливый ходил потому что я понял что оказывается то я могу очислиться и я раньше не думал об отчислении потому что армия армия очевидно и я думал что все-таки диплом надо бы доучиться но это было раньше потом к этому моменту я скорее сибирился с тем что придется косить от армии и в итоге я уже все ближе и ближе стал прогревать тебя к отчислению и в итоге в один момент я прям начал серьезно об этом задумываться я реально прям когда зарядился этой надежды и этой мыслью и мне прям реально кайфово стало я перестал ходить абсолютно на пары абсолютно абсолютно вот меня вот не видели с начала апреля с начала середины апреля до конца мая в пришел последний раз конце мая когда уже писал заявление о об уходе на академ в академ и вот это был последний раз и как получается я рассказал папе спустя месяц наверное где-то в конце апреля сказал ему просто хочу отчислиться маме я сказал уже после того как я подписала заявление чтобы меньше волнение было я все-таки говорил что я не отчисляюсь я в академ чтобы по факту я ушел в академ чтобы не волновалась сильно мало и в итоге да я очистился и я пока что не знаю я решил что я хочу уйти в свободное плавание и как-то сам по себе выкарабкиваться из этого дерьма потому что я осознал что ёбаный университет если это не лучше какой-то университет если это не какой-то прям уникальный то это блять ёбаная школа такая же сука школа такие же сплетни про тебя ходят такие же преподы ёбаные которые толком не шарит в том что чем они занимаются неуверенные преподы во первых и и просто вот сама обстановка она школьная просто вот просто абсолютно школьная просто ты есть и прогуливать будешь то тебе никаких вопросов задавать не будут в целом у тебя домашка какая-то более серьезно все 0 отличия школу клянусь просто ноль кроме того чтобы за пропуски меньше шмонают и все вот это вот хуйня меня разочаровал очень сильно в универе потому что я у меня была маленькая надежда что хотя бы на вот таком направлении как реклама будет что-то другое будет что-то что другое будет отличаться от других вузов по всей россии я надеялся на это тем более к фу казалось бы этим не все говорили да это то что вот казанский федеральный универ на самом деле не прям уж вау это просто такой расхайпленный есть единственный в казани нормальный универ который на самом деле не прям уж и хороший и все я разочаровался очень сильно я не второй семестр разочаровал вы скажете наверное что первый класс он такой проходной это логично что тебе неинтересно бы учиться и надо по вопроса себя допушить и дать надежду на второй курс да я согласен что на втором курсе более интересный предмет но мы состояли в одной конфе с второкурсниками и третьи курсниками они писали что первый курс был вообще детским лепетом по сравнению с тем что происходит на втором и третьих курсах и они думали что на самом деле первый курс был довольно тяжелым а потом уже пойдет вот нормально нормально и в итоге да там люди говорили что в итоге интереснее изучать но блять как их там сука душат ёваны курсачи где людей не заслуженно отчисляют максимально не заслуженно вы чтобы вы понимали чтобы у тебя просто тебя послушали там процент оригинальности твоего курсача должен быть 85 процентов что ли когда вроде в целом по госту вроде 75 надо почему-то у нас в универе 85 решили посадить но я я не знаю точно как оно должно но я просто думал что 75 процентов оригинальности и там вот это чтобы вот эти 85 процентов оригинальности выбить там вообще пиздец люди из кожи вон лезли и вот типа я вот думаю а нахуя мне она надо что мне даст этот курсач какие мне знания этот курсач даст и ёбаные эксперты которые будут его проверять ну на втором курсе еще был очень тупой проект которых которым нас завалили тоже старшекурсники я их не обвиняю ни в коем случае но то как проверять то как был сделан сформирован сам этот проект я не знаю кем он сам по себе глупый то есть там нужно было заниматься смм грубо сугубо в рамках vk vk и telegram то есть российских платформ это говно полная хуйня полная представьте вам дают проекты тебе нужно развить его вк клипов но это хуйня полном юзайте хотя бы я не за youtube шорты у нас youtube не заблокирован в россии ну кому и вот блять там люди чтобы вот эти вот лишние 50 лайка выбить они блять все пол своей общаги просили же лайкнуть сука взамен на то что они потом через год тоже будут помогать первокурсникам нынешнем которые будут второкурсниками и вот там у них по 100 просмотров по 200 под по 200 я вот смотрю и там не вообще ну там вообще детские цифры и вот это называется смм блять и вот это реально преподы какие-то эксперты хотят проверить как люди с мм занимаются и при этом они они требуют каких-то космических цифр они ну в плане космических цифр в плане количества размещений там постов клипов вк там всяких интерактивных постов и так далее они требуют каких-то космических цифр я не точно точно не помню там прям сугубо строгий рекламе то что несколько постов должно быть в неделю в день или в неделю в телеграме несколько постов в неделю в вк клипы и то есть представьте ладно если у тебя это единственный проект но у тебя на фоне этого еще экзамены в универе у тебя просто домашка и тебе еще сверху просто надо в универе появляться но это хуйня полная это у меня полная ненужная буквально потому что вы как ли по это ужасная платформа для развития самого себя там вообще там аудитория непонятно какая там никто из подростков не сидит а подростки молодежь это самое ну самая выгодная и самая легкая на подъем аудитория сколько 12 тире ну или он 14 тире там допустим 22 года да это самая востребованная аудитория нас она платежспособная на лояльная к ней и ее легко привязать к себе и так далее и в целом у нее много времени чтобы тратить время на ваше творчество да в соцсетях и вк клипа сука ну не сидят там люди 14 лет ну деревенщина ебаная там сиди блять в вк клипах 14-летки нахуй там максимум вот старперы всякие 30 40 лет не сидят ну там и как рик я даже не знаю как там рекомендации работают возможно тоже хуёво но просто как факт там аудитория нормально не сидит даже по факту никто блять кто-то там говорит что он сидит тик токе кто-то говорит что он сидит в youtube шорсах кто-то в рилсах вот представьте себе вот вы встречали когда-нибудь тебе ну в своем окружении человека который говорит я сижу в вк клипах и мне норм ну нету такого человека я никогда не его не встречал сколько вы как ли посуществует три года два года но ни одного человека я не знаю кто бы там блять сидел там полная хуня не аудитория и вот изначально создавлять задание тех заданий так что ты должен работать сугубо в рамках вк и telegram это ужасное задание она них ни хуя тебя не научит ничему я вот понял что кфу ну максимально похуй максимально похуй просто вот на качество обучения опять же какие-то замашки ой какие-то намеки конечно есть на рекламу возможно реально чему-то можно научиться но опять же это все в рамках теории и не как с реальностью не связано нас ну реально вот за первый курс вот ничего нового не узнал во втором курсе я думаю там гораздо поинтереснее будет я буду своих одногруппников спрашивать чего там типа как я уверен они тоже будут говорить что гораздо интереснее но тем не менее я не уверен что там реально чему-то учит прям жесткому и опять же реклама это такое направление где диплом не нужен то есть я не знаю в каких случаях он может понадобиться реклама это такое такое направление где решает в твои творческие навыки во первых твои навыки твои твои знания в психологии решают то как ты подойдешь вообще к объекту субъекту следуемому решает не решает вообще теории у нас был предмет сука история рекламы ну зачем нам история рекламы ну если у нас и так есть предмет который раскрывает это понятие но история рекламы просто ради прикола можно изучать но история рекламы блять ну пиздец ну мы толком то опять же ничего там нам оттуда не пригодилось это чисто как по приколу можно по приколу можно ради интереса по изучить оно с рекламы никак не связано тебе не понадобится история рекламы чтобы что-то узнать клевое потому что реклама постоянно меняется тебе максимум помогут всякие кейсы семидесятых от семидесятых годов когда уже там капитализм пришел и вот тогда вот реклама вышла на передний план и она стала такой какой мы ее видим сейчас вот максимум но мы не изучали рекламу там семидесятых годов мы изучали сука рекламу средних веков до исторических времен античности нового времени еще мы россии тоже рекламу изучали тоже в этих же рамках зачем это вообще это совершенно другая реклама зачем нам изучать вообще такую рекламу она же вообще ничего общего не имеет ну с нынешней имеет только вот общего в плане того что конечная цель это завлечь потребителя все это конечная цель сходство единственное ну во всем другом это совершенно разное уже направление и вот представьте вот столько предметов казалось бы вроде связанных с рекламой а с другой стороны полная хуйня который если у тебя хоть чуть-чуть мозгов есть хоть чуть-чуть в этом направлении мозги есть то ты поймешь ну вот это тебе не надо и вот вот это вот осознание ко мне пришло вот именно в 8 утра во время пиар текстов и все я не приходил больше на пару я просто решил что хуйня полная я бы не делал такого решения если бы у меня уже за спиной не было какого-то дохода естественно не стоит отчисляться когда у тебя нету работы и у тебя нету никакого дохода который тебя может кормить потому что ну жить наш отчисляться и жить на шее у родителей это как-то ну даже если со стороны родителей смотреть то пиздец какой-то прикинь ты отдаешь своего ребенка допустим за свои же деньги ты отдаешь своего ребенка в универе а он просто говорит что отчисляется ну это хуйня полная и у него при этом нету дохода какого-то и нету потенциала какого-то пока что он типа просто компик рубится да и вот типа вот универ был единственным чем его как что что его занимало и большинство большинство студентов именно так то есть ни у кого там какого-то своего дохода нету какого-то дела они они живут строго в рамках универа им платят за обучение родители я не говорю что это плохо у меня у самого кредит на обучение то есть ну мы сделали так что не я буду платить за свое обучение но в рамках кредита и когда-нибудь когда у меня будут будут деньги прям лишние вот 200 тысяч я досрочно погашу полностью кредит этот и забью хуй а так пока что по 100 по 300 рублей в месяц у меня отчисляются с счета на сбере вот поэтому нету смысла отчисляться даже если ты прям как хочешь нету смысла отчисляться есть у тебя нету какого-то дела и неважно если у тебя работа какой-то шанс на работу там каком-нибудь комп клубе варке ну в целом хотя можно и так рассматривать тоже это не так плохо будет наверное ты по крайней мере на шее не будет жить но я бы не прям уж как-то рисковал у меня хорошая ситуация в том что у меня хоть что-то есть что меня может кормить я совсем скоро уже планирую съезжать и в целом универ был универ был не главной частью моей жизни она является главной частью жизни тех людей кто приехал из другого города у меня много одногруппников не местных не из казани то есть еще на весь чуваши из удмуртии и сахалина даже есть то есть очень много приезжих и естественно им нету смысла отчисляться потому что они уже переехали и еще у меня какая-то получилось бы и вот но если прям вот не хочется и чувствуешь что это не твое то нужно слушать в этом случае свое сердце сердце в этом плане тебя не обманет если ты ленишься если тебе не хочется чем-то заниматься в универе как-то ходить на пар и ты кайф никакого не получаешь то есть ты приходишь на парте мало того что тебя тяжело застать так еще на парах самих ты вообще как у никакого кайфа не получаешь от домашки ты кайфа не получаешь ты не получаешь кайфа от преподав но в этом случае естественно надо задумываться о том чтобы хотя бы как-то поменять обучение но опять же надеюсь что что на другом направлении не будет хуже или лучше опять же каких-то шансов нет гарантии тоже нет и вот я понимаю многие у меня в аудитории много девятиклассников десятиклассников 11 классников я вам про я вас прошу занимайтесь чем-то кроме универа универ вас не прокормит ни в коем случае даже на него надеяться не стоит универа это чисто занять себя на четыре года чем-нибудь чтобы тебе не казалось что ты хуй него какой-то по жизни занимаешься все все люди идут в универ из-за во-первых из-за страха родителей потому что родители ну заставляют во-вторых страх армии это мужика и в-третьих потому что ну а что еще делать вот у тебя нету ничего нечего делать тебе и вот ну просто ну блять а чем еще заниматься пойду в универ сгоняя это не вот так вот конечно словами прям никто так не думает но где-то глубоко в душе люди просто пытаются занять себя как-то вот эти четыре года пять лет я не знаю чтобы потом выйти и понять что блять вот я отучился в универе а дальше что вот у меня есть эта корочка а дальше что-то нахуй я что-то новое узнал ну в плане у меня какой-то опыт появился у меня какая-то работа появилась гарантированно нет вот очень много людей вот с такими мыслями обычный выходит то что вот после универа ну вот просто нехуй делать и вот все получается думайте куда поступайте тщательно думайте если вас недобор по баллам забейте хуй поступайте туда куда можете желательно конечно на бюджет если вам вообще не в кайф если вы вам вам лень пиздец то естественно не стоит вообще как-то если вам хочется чем-то своим заниматься и у вас это уже как-то вас может чуть-чуть кормить то занимайтесь этим не ставьте универ на 1 наперед на передний план ставя универа на передний план ты никогда не купишься клянусь ставя ставить универ на передний план могут только медики айтишники и студенты лучших вузов россии то есть выше мгу все либо актерские все там вот универ выходит на первый план у тебя универ становится частью жизни все в остальных случаях универ это чисто убить время убить четыре года убить четыре года и какой-то такой маленькую гарантию то что ты трудоустроишься иметь все все может кто-то ради студенческой жизни поступает но у нас на направлении было 180 человек и из этих 180 человек пацанов было 12 я не сексист не фими я не сексист ни в коем случае но мне было бы комфортнее в разы от студенческой жизни если бы у меня на направлении были мужики и ну так 50 на 50 50 на 50 чтобы было либо хотя бы 30 на 40 на 70 на 60 а так получилось что у нас 10 на 90 то есть 10 пацанов и 90 девочек примерно так такое вот соотношение и просто вот но блять и причем девочки ну хорошие есть девочки но очень много таких знаете опять же отдаленных от профессии то есть ты когда поступаешь на рекламу ты надеешься что люди хотят тоже развиваться сфере рекламы нет туда большинство людей поступает чисто чтобы опять же корочку иметь никто не хочет рекламистом становиться оказывает как оказалось я много у кого спрашивать типа чё-то на рекламу то поступал до хз надо было куда-то поступить и вот я сдавала там вообще историю общество знаний либо общество знаний английский все вот абсолютно одинаково это и очень много людей таких большинство никто не хочет рекламщиком становиться а те кто хотят искренне они уже пробуют себя в каких-либо проектах и у них для них типа студенческая жизнь просто как там с преподами познакомиться возможно-то вакансии какие-то получить и так далее а за спиной у них также есть какое-то дело связано с рекламой но большинство опять же поступает чисто чтобы убить время и это хуёво на самом деле четыре года это очень много учитывая что это вся ну это не молодость вся конечно но это самые активные годы в жизни любого человека мне кажется такие самые живые годы в жизни человека то есть это 18 22 23 24 это прям вот очень беззаботные года очень легкие года потом уже надо задумываться семье в будущем у доходов как-то как кормить себя уже о будущем стоит задуматься а вот пока от 18 до 22 там в целом можно жить можно жить и потом можно жить но потом уже может это жабы душит то что ребенка мы бы девушку мы бы жену мы бы там и твои родыки начнут тебя душить и сам себя ты начнешь душить тем что у тебя типа там допустим 28 лет и у тебя за спиной там не девушки не семьи не говорю что в 28 лет должна быть семье просто многих жабы начинают душить в этом возрасте наверно ну вот все в общем то и отчислился я записываю это видео в целом чтобы посмотреть как она будет как мои дела будут обстоять через год потому что конкретно сейчас у меня в целом нормальный заработок но опять же не какие-то космические цифры я надеюсь мои отчисление пойдет мне только на пользу и я надеюсь также что вы тоже будете думать о том куда поступать лучше всего никогда не ставьте универ на первый план потому что вы разочаруетесь очевидно у нас в россии очень плохая система образования и менталитет в плане образования тоже очень хуёво все ленятся максимально все поступают тут парадокс люди поступают чтобы получать какие-то знания да но их меньшинство а тех кто хочет просто про и проебать время и получить корочку их еще больше и преподы видя то что таких людей большинство и они не хотят слушать они сами пытаясь ну начинают как-то ну не с не прям уж как-то активно как-то не особо самоотверженно относиться к своей работе они начинают на тебе все делать и вот это парадокс и тем людям которые реально хотят учиться чем что-то но узнали узнавать из-за того что их меньшинство на них не хотят работать и в итоге хуёво получается им очень и вот вы разочарую разочаруетесь сто процентов вы разочаруетесь системе образования вы не и скорее всего не разочаруетесь в людях которых вы встретите вы скорее всего не разочаруетесь во всяких вы не будете жалеть если поступить в универ и там у вас будет куча эмоций если если бы у меня была куча эмоций в универе я бы тоже ходил но к сожалению куча эмоций было первые два месяца потом уже это в рутину какую-то превратилось. И, честно, я не то, чтобы как-то прям вау-вау-вау закрешился со всеми типами, так что вот прям реально без них я не могу себя представить. Я надеюсь, что вы таких встретите, потому что я таких не встретил. И в итоге получилось так, что ну, мне просто лень приходить в универ максимально. Все. Удачи всем в экзаменах, кто еще не сдал. И всем удачи в результатах, кто уже все сдал. Скоро у вас будут результаты. Не гнобите себя, пожалуйста, не плачьте. Потому что если вы гуманитарий, то вы по итогу все равно поступите скорее всего на платку. Либо на бюджет, на не самое лучшее направление. Но один хуй преподает везде в целом одинаково. В плане к отношению к преподаванию. Вот. Все. жизнь меняется очень быстро. Я год назад, я буквально полгода назад не мог подумать, что я буду отчисляться, но вот где мы сейчас. Жизнь пиздец быстро меняется и просто... Надо иногда сушить свое сердце. Иногда. Иногда мозгом тоже полезно анализировать, но если мозгом анализировать мое обучение в ВУЗе, то по сути мне было бы выгоднее остаться. Но а какой смысл, если ты от этого вообще не кайфуешь? В конце концов, мы живем ради кайфа. Ради новых эмоций и ради кайфа, которые нам приносят новые эмоции. Новые эмоции мне универ перестал приносить, поэтому все. И похуй уже стало. Я не сомневаюсь, что на долгосроке там тоже какие-то новые эмоции появятся. Со всеми людьми я познакомился. Во многих людях я разочаровался, с некоторыми скорешился. И все, мне этого хватает. Все. Я, по сути, мне хватило более-менее где-то 9 месяцев, чтобы понять все. Я надеюсь, что у вас все будет лучше, и вы хотя бы долучитесь, и у вас реально будут все эти 4 года интереса. Но вероятность этому мала, конечно же. Все. Это такая вот новость. Надеюсь, такое вот видео, возможно, как-то поможет меньше волноваться и как-то перестать нервничать, возможно, из-за универа. В общем, занимайтесь своим делом. Занимайтесь своим делом, занимайтесь чем вам? По кайфу, пожалуйста. Ну, не стоит эта хуйня того, что вот у тебя вот эта корочка будет, которая не является гарантом. Если вам кайфово занимаетесь, если вас радыки заставляют, ну, блядь, хуй знает. Тут уже сложная ситуация. Меня, слава богу, радыки не заставляли. У меня отлично радыки, я их люблю, пиздец. Я не знаю, как заниматься своим делом людям, у которых радыки пиздец жесткие, которые, ну, сами пытаются построить жизнь своему ребенку. С такими, вот, честно, только доказывать что-то, что ты что-то можешь. Пока ты не докажешь им, что ты сам что-то можешь, то они так и будут думать, что ты должен находиться под их плечом, под их подмышкой, так сказать. Находите себя в чем-то, увлекайтесь чем-то, знакомьтесь с новыми людьми. Я говорю, самое кайфовое, что есть в этой жизни, это знакомство с новыми людьми. Новые люди, они могут подарить эмоции, подарить любовь, подарить материальное что-то. Все может. А новые люди могут тебе показать интерес к чему-либо, проявить интерес к чему-либо, ты можешь начать заниматься чем-то новым ради новых людей, либо из-за новых людей. Будьте смелее, не жалейте о своих решениях, и вот. Если вы чувствуете, что оно вам не надо, значит, оно вам не надо. И дело не в том, если не брать, если, допустим, брать какое-то дело, которое объективно тебе будет полезно, на долгосрочном перспективе, и ты будешь постепенно видеть результаты по мере прохождения своего пути. Допустим, зал. Тебе может быть тяжело прийти в зал, но когда ты, каждый раз, когда ты приходишь в зал, даже когда тебе тяжело, ты все равно в итоге, ну, взбодряешься, и тебе кайфово. это, в этих случаях тебя просто надо заставлять, вот и все. Вот, а вот когда ты думаешь, именно, вот, когда ты даже не можешь найти какую-то пользу в том, что ты делаешь, и когда ты не можешь понять, вообще, а что после этого всего будет, и что меня ждет, и ты как-то думаешь, что наоборот, как-то все, ну, прогноз будет плачевным довольным, и я разочаруюсь, но при этом ты себя заставляешь, мне кажется, это глупо. Ну, мне кажется, ну, не стоит оно того, вот честно. Столько нервов из-за экзаменов у людей, причем там, допустим, у нас три экзамена, три зачета, да, и насчет каждого все люди парятся, там, пытаются что-то. Вот это вся хуйня, нервы. И люди так сильно нервничают из-за такой хуйни, которая даже на их жизнь, ну, ровным счетом не повлияет. Никто не вспомнит о том, как они парились насчет немецкого нахуй, потому что в их жизни это никак не пригодится. У нас во втором семестре англ и немецкий был, блядь, один. Немецкий пиздец жесткий. И люди там очень сильно очковали задавать зачет, и некоторые даже на допку пошли. И расстроились очень сильно за это. Вот стоит оно того, когда ты учишься на рекламе? Вот стоит вот эти вот нервы по поводу немецкого своего времени. Оно того не стоит. Я вот такой же позиции придерживаюсь, я просто понял, что ну хуйня. Возможно, кому-то это надо, возможно, кто-то кайфует от обучения на рекламе. Кто-то кайфует, но я понял, что это не мое. Вот просто не мое. Очень завидую людям, которые не разочаровались в обучении и продолжают учиться, но таких мало. Очень много людей из моего потока, они продолжают учиться, вопреки тому, что они разочарованы. Им лень, но не заставляет себя, и честно, ну, дай бог им здоровья, дай бог им здоровья. Все, всем спасибо. Опять же, удачи всем на экзаменах, надеюсь, у вас у всех результаты хорошие будут. Надеюсь, родители своих не разочаруете, выкугаться не будут, короче, сами себя тоже не разочаруете. Пожалуйста, не плачьте насчет результатов в ЕГЭ, это просто циферки, ебаные. Ну, ни на что они не влияют. Ну, поступишь ты в направлении чуть хуже, или поступишь в универ, который чуть хуже. А по итогу окажется, что в этом более хуевом вузе гораздо лучше учиться. У нас столько историй было от моих одноклассников, которые сдали хуже, поступили, казалось бы, на более плохой универ, но у них, блядь, они рассказывали, что там у них пиздец кайфовое гораздо. У них там всякие активности, к ним кто-то приезжает и так далее. К нам тоже приезжает, но у нас, блядь, как будто более все официально, как-то меньше души, потому что у нас Казанский федеральный универ. И вот что за пиздец? Чисто из-за статуса хуня какая-то. И если у тебя меньше баллов, это не означает, что у тебя в жизни хуже получится по жизни вообще все, чем у типа, у которого там больше баллов. Это вообще не факт. Вообще ничего не значит. Эти баллы, это просто цифрики. Воспринимайте их так. Этим можно повыебываться перед друзьяшками. Все. Это единственное их предназначение. Все по итогу поступят в такие универы, в которых они разочаруются. Скорее всего. именно в образовании. Я опять же говорю, что люди могут поступить в универ и там у них, блядь, будет лучше, самая насыщенная студенческая жизнь. Но опять же, это же не образование. Тут вопрос именно об образовании. В плане образования большинство людей разочаровываются в российских универах. И это факт. Все. Всем спасибо. Это такой вот небольшой видос. Видос. 39 минут пойдет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кидайте это видео тем, кто планирует поступать. Тем, кто только сдал экзамены. Возможно, как-то это им поможет. Более как-то объективно смотреть на ситуацию. Все. Всем спасибо. Жду вас на стримах twitch.tv с вашей чекони. Всем спасибо. Всем пока. И хорошего дня. С вами был Игорь Негода.